Давайте мы коротко помолимся. Боже, мы открываем свои сердца, мы их держим открытыми, для того, чтобы Ты говорил им в наши сердца, в нашей жизни. Господи, помоги нам смотреть на Твой свет, видеть Тебя. Помоги нам, Господь, прилепляться к Слову Твоему, разумом нашим, сердцем нашим, нашим внутренним человеком, без страха, но в радости, Господь, во имя Ишуа Мессии. Амин. Амин. Я хотел бы начать свою проповедь небольшой историей. Я думаю, что часть из нас переживали нечто подобное. Однажды, я не помню уже конкретно, когда это и где это было, но помню очень ясно такой момент. Я сидел, кушал, и вдруг у меня сломался зуб. Было у вас такое? Какую-то я взял че-то котлету, ну, че-то какую-то, и там, знаете, какая-то косточка, и это было так жестко. Просто, как говорится, вся жизнь пробежала перед глазами, круги, и я понимаю, жизнь еще мне жить, я молодой, и он уже сломался. Я посмотрел, думаю, придется идти к этому доброму врачу. Вы переживали такое, да? Но потом пришла вторая мысль. А что, если будет чудо? Вырастет. Я читал об этом. Не помню где, не знаю как, но вдруг вырастет. Тогда не придется идти к этому врачу, да? Который будет говорить, откройте рот, закройте рот, сплюньте. Не рос. Надо было что-то с этим делать. Ну, что мы делаем, когда мы ожидаем чуда? Хотя, если по-честному, я не верил, что он вырастет. Это вы понимаете, да? Да, да. Чувствуется, что не я один шел этим путем. Это хорошо. Это хорошо. Я думаю, ну, для начала, для того, чтобы не потерять свою веру, надо что-то сделать. Все же больно, извините меня, да? Не покушать, жизнь не мила. Что обычно делают в такие моменты? Есть куча народных средств. Правда? Есть великий интернет. Можно взять, например, таблетку аспирина, положить ее к десне. Ну, и потихонечку рассасывать. Гадость, ну, вроде как, помогает. Правда? На какое-то, по крайней мере, время. Пока Господь не ответит, и вера не будет действовать, надо же все же помогать самому себе, хоть немножко как-то. Таблеток не хватало. Ну, не работает. Потом я вспомнил, что когда-то давным-давно моя мама говорила, а точнее мой папа, он тоже шел этим путем, когда-то давным-давно, я помню, в детстве. Если взять кусочек сала и положить на десну, Ира знает этот рецепт, судя по всему, да? Знаете такой рецепт, да? Это типично украинский рецепт. Сало должно быть соленым. Сало должно быть соленым. Сейчас мы соберем такую небольшую, как это, инструкцию. Да, что делать, если вы сломали зуб? Ну, значит, была проблема, сала у меня нет дома. Последних лет 15. Можно еще полоскать ромашкой. Была ромашка, полоскал, не работает. Водой из куяльника тоже не было воды из куяльника. Но что-то надо было делать, потому что вопрос был серьезный. Больно. И вы знаете, я помню себя и всю ту гамму чувств, Когда я шел сдаваться к этому врачу, к тому. Так, знаете, мы их почему-то не любим, Хотя лично они нам ничего не сделали. И шел я к нему, шел и думал, Вот неужели я такой верующий человек, Который не способен верой, Как принято говорит, взять это благословение. Я размышлял о величии Господа. Неужели он, будучи таким великим, Не может построить новый зуб мне? Ведь согласитесь, он же меня когда-то создал, правда? Он мог бы просто вот так, раз, Ну, или как угодно, ему мог бы пальцами и не щелкать, Но сделать так, чтобы у меня появился новый, А были случаи, что золотой. Да? Слышали о таких свидетельствах, Когда появлялся золотой зуб? Это была мода 90-х, золотые зубы. У меня когда-то были. Кто меня помнит, может вспомнить. Ну, ладно, я говорю, хотя бы золотой. Ну, можно и костяной, настоящий, нормальный, полноценный. Я причем говорил ему, Вы не поверите, что я ему говорил? Я ему говорил, я буду всем рассказывать о том, Какой ты чудесный у меня Господь. Я буду рассказывать, как ты творишь чудеса. Мы даже передачу снимем. А что, мне жалко? Мне жалко, правда? Лишь бы вот как бы к тому врачу не идти. Но я шел. Увы, сдавался. И я помню, что, когда я пришел таки, Весь процесс занял 15 минут. Я был потрясен. Мне было больно. Вообще не было больно. На самом деле, моя проблема, которую я вот так носил, Лелеял, с которой я переживал, Я строил какие-то интересные такие логические схемы у себя в голове. Все закончилось там, за 15 минут. Я вам скажу даже больше. Сейчас, посмотрев на свои зубы, я не найду тот зуб. Потому что, во-первых, я забыл. Во-вторых, сделали так, что его не видно даже. Понимаете, да, как сейчас делают современные пломбы? Но суть моей истории не просто в страхе перед зубным, Что у нас присутствует у многих. А суть в этой истории в том, Что очень часто, переживая какие-то не совсем понятные для нас ситуации в нашей жизни, Мы склонны обманывать сами себя. Понимаете, о чем я говорю, да? Он вырастет. Все пройдет само. Рассосется. Нарастет. Все будет хорошо. Все пройдет. Мы обманываем сами себя. Мы придумываем какие-то такие структурные схемы о том, как это будет происходить. Мы пытаемся навязать эти схемы Господу и так далее, и так далее. В этом нет веры. В этом по-настоящему нет веры. В этом есть желание избежать последствий, избежать боли, избежать неприятностей, каких-то вот такого состояния, ты лежишь, тебе сверху, тебе больно, ну или минимум страшно. Правда? Люди вообще обманывают сами себя. Достаточно часто, друзья. И об этом мы сегодня с вами поговорим. О самообмане. Нам с вами очень неприятно, когда кто-то нас обманывает. Правда? Особенно, ну это для тех людей неприятно, у кого повышенное чувство справедливости. Сразу же зажигаются, глаза становятся красными, пар идет везде, и порву, порежу, сейчас я вам докажу, да сколько можно выжить. Ну как, ну и такое, ух, ух, ух. Мы не любим, когда нас обманывают. При этом мы легко обманываем сами себя. Но суть-то та же. Обман есть обман, друзья. Что такое самообман? Мы создаем определенный мир, иллюзорный, какие-то такие схемы логические, в которых законы физики не действуют, например. Правда? Духовные законы не действуют. Мы придумали этот мир. И мы говорим, все будет хорошо. Ты, главное, держись. Ты, главное, вот как бы, соберись. Главное, верить в лучшее, что все будет хорошо. Вы знаете, друзья, если ты веришь в неправильные вещи, то как бы ты сильно не верил, если вещи неправильные, они не будут работать правильно. Вы понимаете? Ты можешь зажмурить глаза. Ты можешь просто даже встать на колени и верить в какие-то вещи. Но если они изначально неправильные, это не значит, что ты будешь успешен. Но мы так верим. Мы считаем иногда, что наша упертость, она опровергнет факты. Вот просто, вот так. Вот я хочу, чтобы было вот так. Но так не работает. Вот смотри, раз, два, три. А я хочу. Оно не работает. А я очень хочу. Я настаиваю. Сейчас буду кричать. И ножкой топну. Встречали такое, да? Конечно. Правильно. И приходят результаты. Очень интересно, что когда мы смотрим в Писание, мы видим следующую вещь. Обман или ложь. Это изобретение сатаны. Так написано в Писании. И сатан, или дьявол, он является отцом всякой лжи. Читали об этом, да? Конечно. Иоанна 8 глава, 44 стих. Ваш отец дьявол. Это Ишу обращается к фарисеям. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине. Ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи. Лжи, которую говорят тебе. И лжи, которую ты сам себе говоришь. Услышьте эту идею, друзья. Ложь, она может исходить из кого-то, от кого-то. Кто-то со стороны может приходить и врать нам. Но ложь, она может исходить также из нашего сердца. Из нас. И мы сами себе будем врать. И природа этого обмана, сатанинская, она приходит оттуда. От отца обмана, от сатаны. Интересно также, что если мы посмотрим в Писание, мы увидим, что Отец Небесный тот, кто приносит истину в нашу жизнь. Поэтому, если говоря общими словами, мы можем увидеть двух отцов. Понятно, что сатана, он на самом деле творение. Мы это знаем все с вами, правда? Но, тем не менее, мы можем увидеть отца лжи и отца истины, Бога Всевышнего. И они оба борются за наши сердца. Оба борются за наши сердца. Оба желают, чтобы мы отдали наши сердца для служения им. Исайя 53 глава 9 стих говорит. Ему, то есть Ишуа, назначили гроб со злодеями, ибо он, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Он не сделал греха, и не было лжи в устах его. Вот природа Бога. Когда Господь говорит что-то о нас, это истина, это правда. Когда мы говорим что-то о себе, с точки зрения нашего Отца Небесного, это истина, это правда. Вы понимаете, да? И здесь стоит различие между настоящей верой в Господа и самообманом. Желаем выдать желаемое за действительное. И очень часто мы можем это увидеть в наше современное время, когда люди приходят в церкви, они выдают желаемое. Дескать, мы верующие люди, вот мы делаем определенные литургические обряды. Что-то посвятим, что-то где-то поставим, что-то где-то сделаем. Мы хотели бы, но это самообман. Потому что необходимо изменение жизни. Итак, что же формирует вот эти твердыни и самообмана в нашей жизни? Почему мы так верим? Что сформировало в нас эту веру внутри, в нашего сердца? И это очень важно понимать, друзья. Прежде всего, это общество, люди, которые вокруг нас. На нас влияет мир. На нас влияем мы с вами, друг друга. Мы смотрим телевизор, на нас влияют. Мы пошли где-то к нашим друзьям, на нас влияют. Мы пошли на работу, кто-то на нас влияет. Люди формируют наше мировоззрение. Они видят себя неправильно через время. И мы начнем себя видеть неправильно. Это нормально. Это законы общества. Те, с кем ты проводишь больше всего времени, они и формируют твое представление о том, как должен выглядеть человек, что есть хорошо, что есть плохо, кто такой Бог, какое отношение он имеет к нам, какое отношение мы имеем к ним. Вы помните историю о Вавилонской башне? Бытие 11 глава. Вы просто запишите, вы сможете посмотреть детально немножко позже. Потому что там действительно есть о чем порассуждать. Люди, пережившие потоп, они посмотрели на этот мир, посмотрели на самих себя. Это было общество. И они сказали, а давайте построим башню. Такую башню, чтобы все помнили, насколько мы велики, насколько могущественны мы. И начали строить. И Бог, глядя на это все, на весь этот самообман человеческого величия, Он говорит следующее, сойдем и смешаем им языки. И не построят. И не будет у них единства. И это произошло. Произошло смешение. Но тем не менее, это яркий пример того, как общество влияет на мировоззрение человека. Мы не читаем о том, что там были люди, которые говорили, нет, нет, стойте, подождите, мы не должны этого делать. Наше величие, оно на самом деле не величие. Есть Господь, который велик, и так далее, и так далее. Нет, мы читаем о том, что взяли и начали строить. Итак, общество, оно формирует в нас эти процессы. Оно лжет нам в некоторых моментах. Я не говорю во всех. Я не говорю, что все неверующие люди, те, кто не знают Бога, это ужасные и плохие люди. Абсолютно нет. Это неправда. Но, тем не менее, за каждым человеком стоит определенное мировоззрение, определенный взгляд, определенная точка зрения на устройство этого мира, на устройство человека и на устройство Бога. Следующий источник, то, о чем мы с вами уже говорили, это сатана. И те, кто ему служит, целенаправленно. И вы помните яркий пример этого? Адам и Ева. Обман. Вы будете как боги. Обман. Вы узнаете больше. Обман. Вы станете лучше. Он начал обманывать Еву, и она начала обманывать себя. А действительно, а почему бы и нет? А я достойна, а я смогу. Ну, 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 ну. Помните Ананию и Сапфиру, друзья? Помните, да? Это деяние, 5 глава, с 1 стиха. Вы также можете посмотреть эти места. И когда они принесли деньги к ногам апостолов, помните, что сказал Петр? Петр, зачем ты, Анания, допустил сатане мысль вложить тебе, обмануть Духа Святого? Зачем? Разве все то, что было твое, оно не тебе принадлежало? Ты мог дать столько, сколько бы ты захотел, и никто бы тебя не упрекнул. Вот это наглядные примеры истины и лжи. Истины от Духа Святого и самообмана. О чем думал Анания, о чем думала Сапфира? Все будут восхищаться моим величием, моим даянием, моими высокими моральными и духовными качествами. Я отдам, а все скажут, Боже ты мой! Какие молодцы! И Петр говорит, зачем ты позволил сатане вложить эту мысль? Сатана, он приходит в наши жизни как ангел тьмы. Его духи, те, которые служат ему, они приходят в жизнь людей, они влияют через мысли, через какие-то процессы, которые происходят, и вкладывают эту идею. Пойди и сделай, пойди и соверши, посмотри, как ты будешь прекрасно выглядеть, если ты произведешь это и это. И мы получаем результат. Итак, общество влияет на нас, сатана влияет на нас, и знаете, что еще? Наше невежество. Очень интересно, что в Писании слово невежество имеет два значения. Первое – это невежество, а второе значение – это глупость. Наша с вами глупость, она является очень часто причиной самообмана или обмана других людей. Мы почему-то решаем, что что-то нормально вот так вот видеть, действовать, поступать. Притчи. 19 глава 3 стих говорит, я прочитаю немножко с другого перевода. «Человека сбивает с пути его дурость, а сердце его на Господа злится». «Человека сбивает с пути его дурость или глупость, а сердце на Господа злится». Мы способны игнорировать духовные законы и говорить, ух, это он сделал, он допустил, он там вот так вот поступил со мной несправедливо. Но послушай, если мы постоянно, целенаправленно нарушаем духовные законы, чего мы должны ожидать, что вырастет хороший плод? Причем здесь Господь? Причем здесь Господь, если ты ведешь себя неправильно? глупость и невежество, так говорить. И мы знаем, что в Писании противопоставляются друг к другу эти понятия мудрость и глупость. Мы откроем книгу притч, псалмов, и мы увидим очень много. Всем сердцем приобретай мудрость, всем имением, всем богатством, всем, что имеешь, стремись к этому. В этом сокрыты великие духовные законы. Приобретай мудрость и сердце будет мудрым. Писание говорит, глупость прилепилась к сердцу юноши, но исправительная розга может это исправить. Накажи его, ему не будет плохо, но ты спасешь его сердце, спасешь его жизнь в будущем. так устроено. Итак, общество вокруг нас, сатана, наше невежество, а также, друзья, наш с вами эгоизм или любовь к греху. То, что является причиной самообмана. Помните историю о блудном сыне? Помните, как складывалась его жизнь? он намечтал себе, он представил, что все будет хорошо, что если он будет гулять направо и налево, вы можете также почитать в Луки 15 глава с 11 стиха эту историю, и он говорит, отдайте мне денег, и все у меня будет хорошо. С какого перепугу должно быть хорошо? Скажите, ты знаешь жизнь, ты умеешь зарабатывать эти деньги, ты понимаешь, какой путь надо пройти, чтобы сохранить эти деньги? Конечно, нет. И мы знаем финал этой истории. Разбитая корыта, свиньи, и тогда самообман развеялся. Пришло истинное понимание ситуации. В доме отца моего работники питаются лучше, а я бы поел здесь от свиней, но никто мне не дает. Вот пришла истина. Прошла пелена самообмана. Пришло освобождение от эгоизма, от гордыни, от любви ко греху. И пришло желание примириться с Господом, примириться с Отцом. Отец, я не достоин называться сыном Твоим. Прими меня хотя бы слугой, рабом, кем-то, но у тебя лучше быть в самом низу, чем там, как бы на свободе, но со свиньями. Наш эгоизм, наш грех, любовь ко греху, это то, что формирует в нас эти твердыни самообмана, твердыни сатаны в нашей жизни. Итак, как же мы с вами обманываем себя? как мы строим, что мы обычно себе говорим, о каких вещах мы говорим? Прежде всего, друзья, когда мы слышим Слово Божье, но не поступаем по Нему. Это один из самых таких ключевых моментов самообмана. Я слышу Слово, но не поступаю по Слову. Иакова 1 глава 22-25 стих учит нас. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающий природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Хотите быть блаженными в своих действиях? Да, все хотим. Мы каждую субботу, каждый шаббат приходим, потому что мы хотим быть блаженными в своих действиях. Есть условия. Блаженный это счастливый, второе значение этого слова. Есть условия пребывания в слове. Недостаточно раз в день открыть Библию, прочитать свою дневную порцию и сказать, классно, вообще хорошо пишет, знаете, вот, как говорится, автор, пиши еще. Недостаточно. Это все равно, что посмотреть в зеркало и не умыться после этого, не расчесаться и не привести себя в порядок. Ничего, еще живой посмотрел тогда, потянет. Пусть любят меня таким, какой я есть. Недостаточно. И мы обманываемся, играя в такие игры. Мы обманываем самих себя, когда мы не исполняем слово, но просто держим его, просто что-то говорим, просто молимся какими-то молитвами. Оно не имеет смысла. Вы понимаете, в чем правда? Оно не имеет результата. Как же мы обманываем еще себя? Когда мы говорим о том, что мы безгрешны, и это очень тесно связано с этим первым, когда мы говорим о том, что ну, в принципе, я так ничего, посмотрел в Писание, посмотрел на себя, пойдет. Знаю верующих, которые хуже меня живут, и они даже занимают какие-то служебные посты, даже кто-то там их хвалит, и подарки дарит, или там еще что-то приглашают куда-то, их там знаете, и подтянет. Нет, друзья, не подтянет. 1 Иоанна, 1 глава, 8-9 стих. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истине нет в нас, и если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, и очистит нас от всякой неправды. Итак, когда ты видишь грех в своей жизни, исповедуй его и занимайся очищением этого греха. Работай над тем, чтобы твоя жизнь изменилась. Смотришь в зеркало, меняй свой облик, чтобы там отражался Христос в тебе, в твоей сущности, в твоих поступках, в твоей семье, в твоих делах, в том, что ты делаешь, как ты воспитываешь своих детей, какой ты человек. Не делай вид, что нет греха, если он есть. Меняй свою жизнь. Следующий момент. Когда мы считаем себя кем-то, кем не являемся на самом деле, или наоборот, когда мы не считаем себя тем, кем мы являемся на самом деле. Это вопрос гордыни. Это вопрос нашего взгляда на самих себя. Галатам 6, глава 3, стих учит нас. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Кто-то может почитать себя чем-то, будучи никем. это называется обман. Но также можно никем себя не почитать, не признавать, относиться к себе как к мусору, как к какому-то отбросу, при этом называться по-настоящему и быть сыном или дочерью Божьим. Это взгляд на самого себя. Кто я, Господи, пред тобой? Правда есть правда, ложь есть ложь. И Сатана в наше время очень сильно преуспел в этом, друзья. Большинство из нас имеет низкую самооценку, увы. Мы не считаем себя достойными, мы не считаем себя великими, мы не считаем, что Господь может нас использовать, мы не относимся по большинству к себе как к детям Божьим. Мы ищем восполнение своей значимости, в том, как люди нас похвалят, как люди будут отзываться о нас, пригласят нас, не пригласят, что-то нам сделают или не сделают. Мы в этом ищем значимости для себя. Вместо того, чтобы рассмотреть внимательно и осознать, что наша значимость, истина о том, кто мы есть, она сокрыта в Господе. И принять эту истину в свою жизнь. Не так, как общество говорит, не так, как сатана говорит, не так, как наш эгоизм говорит, но принять истину от Бога. Я человек несовершенный. Есть проблемные области, в которых я сражаюсь, но я Божий ребенок. Он возлюбил меня и принял, не потому, что я хорош, не потому, что я заслужил, не потому, что я сильно умный и начитанный или вообще просто молодец. Не поэтому, потому, что он полюбил меня. Это истина. Это истина. И поэтому я служу Богу от простоты своего сердца. И мне не важно, будете выхвалить меня или нет, я буду стараться делать все для Господа, так, чтобы Он меня похвалил. это истина. Это свобода. А самообман, вот я сделаю это, и они меня похвалят, и все будет хорошо. Наконец-то придет мир в мою жизнь. Наконец-то я буду уважаемым и значимым. Не будете. Не будете. Не будете. Итак, кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Следующая сфера нашего самообмана. Когда мы считаем себя мудрыми в этом мире, в этом веке без Бога. 1 Коринфянам, 3 глава, 18-19 стих. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веки 7, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. Можно увидеть такое представление иногда у людей. Такие, знаете, ушлые, как бы так сказать, не бизнесмены, а дельцы какие-то такие, вот по жизни такие, хинч, хинч, там договорился, там подкатил, там то, 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 я там, короче, все на мази у него вот такой, знаете, по-одесски, как говорится. В этом нет Бога, в этом есть человек. Сила моя сделала это, мудрость моя сделала это. Друзья, это самообман. Мы живы только потому, что Он дал нам жизнь. Мы можем заработать хоть одну копейку только потому, что Он дал нам благодать ее заработать. Послушайте, Бог является единственной причиной наших благословений. Любых, как духовных, как финансовых, любых благословений. Он дает силу, Он посаждает бедного с князьями, Он водит неплодную в дом с детьми. Не мы народили этих детей, Бог дал нам милости их иметь. Бог устраивает нашу жизнь. И это важно помнить, друзья. Это важно не забывать. Не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Он держит нас за руку. А когда мы не можем идти, Он нас несет. Не кидает нас, не оставляет нас, поддерживает, наставляет. Поэтому будьте проще, будьте скромнее. в следующий раз, когда вы захотите покичиться чем-то. Ваш телефон не делает вам честь в глазах Господа. Не делает. У него другие критерии ценностей. Вы знаете, год назад или там какое-то время назад я был в Эрмитаже и смотрел на все эти картины, которые и так устал там ходить по этим бесконечным коридорам. В конце, знаете, уже все эти произведения искусства стали такой сплошной чередой непонятных образов, скажем так. И в какой-то момент я помню, что стоял перед картиной какого-то известного художника, я уверен, что она стоит каких-то безумных денег, и я понял, что придет день, я не знаю, когда, и это сгорит. Я помню, что я смотрел на саблю, которую где-то там раскопали, ей две тысячи лет, такая древняя, знаете, вся в ржавчине, ее даже не смогли из ножен вытянуть, потому что она бы просто развалилась, но ей две тысячи лет. И я смотрел на нее, и я понимал, как это тщетно людям сохранить этот прах. Она развалится. Вся эта ценность, она уйдет в ничто. Все наши айфоны, машины, они там же, только еще быстрее все это произойдет. Правда? Поэтому, друзья, расслабьтесь. Ваша ценность сокрыта в Господе. Ваша значимость сокрыта в Господе. Ваша уверенность в жизни, она сокрыта в Господе. Он устраивает вашу жизнь и управляет. как же еще мы можем себя обмануть? Согласитесь, столько путей, правда? Казалось бы, мы вроде простые люди, а так грамотно себя обманываем. когда мы считаем себя духовными людьми, но наш язык не сдержан. Знаете, это место Писания, да? Иакова, 1 глава, 26 стих. Если кто из вас думает, что он благочестив, кто-то из вас думает, да, что ты благочестив, но не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце у того пустое благочестие. Это к тем, кто не может свой язык сдержать, кто болтает все, что нужно и не нужно, все, что не попадя, при этом считает себя благочестивым, как говорится, расслабьтесь. Это не благочестие. Вы не благочестивы. Я вас разочарую. Так написано в Писании. Потому что благочестивый человек следит за своим языком. И там дальше Яков говорит, что человек, который может обуздать свои уста, это человек совершенный. Это значит, что это благочестие, это результат определенного труда, определенных действий и определенного духовного роста. Итак, у меня еще есть несколько моментов. Галатам, 6 глава, 7-8 стих. Не обманывайтесь, Бог, поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоти свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Друзья, мы обманываем себя тогда, когда думаем, что не пожнем то, что мы с вами посеяли. Очень универсальный закон. Посеял кукурузу, вырастет кукуруза, никак по-другому, не гречка. Посеял гречку, кукуруза не вырастет. Сеющий в плоть пожнет от плоти тление. Сеющий в дух жизнь вечную. Очень просто. Это истина от Бога. Мы иногда ведем себя совершенно по-другому. Почему-то мы решили, что мы можем вести себя как попало, а Он, видите ли, должен нас благословить. Это как вообще? Ну, ты же должен, ты же добрый, никому ничего не должен. Послушайте, ты себе нафантазировал какие-то процессы, посеял одно, то и получишь, посеял другое, получишь другое. В чем проблема? Если ты не умеешь общаться с людьми, так ты не удивляйся, что у тебя друзей нет. Это нормально, это результат. А кто хочет иметь друзей, тот что должен быть? Дружелюбным. Это духовные законы, они работают, верим мы в них или не верим, и не разочаровывайтесь, и не надо здесь придумывать какие-то истории о том, что ну я так сильно хотел. Мало ли, что ты хотел, есть реальность. Может, я летать хотел всегда, знаете, на ночь растишку кушал, до сих пор не летаю. Ну, не летаю, вот как-то так, а я хотел, а я сильно хотел и даже расстроился. Было время, даже плакал. Ну, послушай, плачь, пожалуйста, твои проблемы. Люди не летают, люди ходят, только на самолетах. Итак, еще хочу кое-что прочитать. Первое Коринфянам, 6 глава, 9-10 стих. Я прочитаю с перевода Живой Новый Завет это место, мне оно больше понравилось. Первое Коринфянам, 6-9-10. Разве вы не знаете, что неправедные не наследуют Божьего Царства? Смотрите, чтобы вам не обмануться. Никакие безнравственные люди, никакие идолопоклонники, развратники, гомосексуалисты и извращенцы, воры, корыстолюбцы или пьяницы, клеветники или вымогатели Царства Божьего не наследуют. Не наследуют, не обманывайтесь. Люди неправедные, творящие осознанно неправду, не получают царства. А мне хочется, нельзя. Не работает. Не входит, вот эти детальки не соединяются, вы понимаете? Ну, я хочу, ну, я сильно хочу, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. не работает. Даже если ты будешь исповедовать, даже если ты будешь сто раз верить, даже если ты будешь поститься восемьдесят три дня, если ты раздашь все свое имение, ну, не работает оно так. Не работает. 1 Коринфянам, 1 Коринфянам, 13 глава, глава любви, она говорит об этих вещах. Если ты не имеешь этой любви, так ты можешь и тело раздать, все раздать, тело свое отдать на сожжение, но медь звенящая и кинвал звучащий не работает. Обманываемся. И последнее, о чем я бы хотел сказать о самообмане. 1 Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Мы обманываем себя, когда думаем, что дурное общество, плохое общество, развращенное общество, оно не влияет на нас. Это неправда, друзья. То, чем вы пропитываете свою жизнь, оно напрямую влияет на вашу жизнь. Ваше окружение, то, что вы смотрите, то, что вы читаете, то, как вы проводите свой досуг, то, чем вы увлекаетесь, оно влияет однозначно на вашу жизнь. И не надо говорить, ну ничего, ничего, я просто к ним привыкла уже. Да, они, короче, такие вот, да, они ужасные люди, я понимаю. Ну, просто друзья старые, я вот там научился не слушать их, там и то-то. Угу. В какой-то момент, да, а потом придет какой-то сложный период твоей жизни, и ты сядешь с ним, и как треснешь по 0,5, и очнешься где-то у корыта, и скажешь, как так? Вообще, ничего не понятно. худые сообщества обязательно развращают добрые нравы, друзья, обязательно. Итак, как же нам различать эти обманы? Безусловно, вы понимаете, что это не все. Это такое вот общая, общая структура, общее представление о том, что делает сатана, отец жизни, отец в нашей жизни, отец лжи в нашей жизни. Как нам различать обманы? Те, о которых мы здесь говорили, и другие. Прежде всего, нужно помнить, что нам необходим Дух Святой. Очень сильно. Потому что действие Духа Святого таково, что оно направлено на обличение греха. Он заинтересован в том, чтобы ложь ушла и пришла истина. Бог заинтересован переформатировать наш разум, переформатировать нашу жизнь. Поэтому нам необходимо обращаться к Нему, обращаться в молитве и задуматься о тех плодах, которые есть в нашей жизни. Просто сесть как-нибудь и подумать, Боже, что есть у меня, как выглядит моя жизнь, какие плоды моей жизни. Я обижаюсь, я кричу, я обманываю, я срываюсь, я вру, я делаю это, это и это. почему я стихом, что я обманываю, я обманываю, я обманываю, я мне с этим справиться мне не хватает опыта мне не хватает знания жизни знания духовных вопросов наставь меня что мне необходимо сделать чтобы раз два три для этого существует община для этого существует тело христа ищите помощь друг у друга ищите поддержку молитвенную духовную эмоциональную поддержку и не унывайте галатам 6 глава 9 стих учит нас так не уставайте же творить добро ибо мы пожнем нашу жатву во время должное если не отступим не уставайте творить добро не уставайте работать над своей жизнью ибо мы пожнем жатву и если не отступим если мы будем продолжать делать то что нужно будет результат итак победа не может быть без труда друзья победа не может быть без осознанных шагов без осознанного следования за господом и бог это знает поэтому он проходит этот путь вместе с нами сражаясь и работая мы очищаем нашу жизнь и мы обязательно с вами принесем плод для его царства принесем плод в этом мире здесь он позаботился о том чтобы у нас было и вовсе оружие обликайтесь сражайтесь с этой брехней которую вы сами себе наговорили и которую вам наговорили те силы которые вас ненавидят сатана люди которые служат сатане какие-то представления химеры смотрите в писании увидите там эти духовные законы законы истины законы правды и живите по ним и у вас обязательно все получится вместе с господом обязательно получится давайте мы помолимся помолимся об этих вещах помолимся о том чтобы пелена всякой лжи и всякого самообмана всякого сатанинского обмана была разрушена и снято с наших жизней и с наших сердец святой боже мы обращаем тебе свой взор как тому от которого именуется все в этом мире ты является источником нашего благословения господь ты есть путь нашей жизни ты есть жизнь ты есть истина ты есть истина в твоих словах не было обмана ты боже говоришь все как есть у нас об этом мире о всем том что мы видим о всем видимом и немидимом мире ты говоришь все как есть господь ты не врешь нам и мы благодарим тебя за это ты не играешь с нами в игры не манипулируешь нами нашим сознанием нашей личностью и нашим сердцем ты господь принял нас в общение к себе и мы знаем что необходимо произвести труд мы знаем что есть часть за которую мы ответственны как люди дай же нам благодати и милости пройти этот путь дай же нам господь смелости взглянуть на самих себя на плоды своей жизни и помоги нам быть настойчивыми в том чтобы работать над этим спасибо тебе господи за то что ты держишь нас за руку правую за то что ты несешь нас когда мы не можем ходить за то что ты укрепляешь нашу веру за то что ты поддерживаешь нас мы благословляем тебя господь за ясность слова твоего за твое боже слово которое меняет наши жизни преображая нас в образ твой мы благодарим за зеркало твое в котором мы отражаемся по-настоящему такими какие мы есть не искривленно боже но такими какие мы есть и ты меняешь нас преображаешь нас принимаешь нас любишь нас отец прости нам за все те области в которых мы верили в ложь сатаны господь в ложь которую мы сами себе придумали господь помоги же нам быть благочестивыми не на словах не в наших фантазиях не в наших каких-то представлениях боже но дай же нам милость быть благочестивыми в тебе по слову твоему по сердцу твоему господь благословляем твое имя благодарим тебя боже благодарим тебя за твое принятие славим тебя святой славим тебя боже мы хотим приближаться к тебе этим путем в этой жизни истине мы хотим приближаться к тебе без страха божия и сомнения хотим приближаться к тебе святой израилю спасибо! НЕПЛАЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok